Громкие националистические нотки. Это цитата. Именно это усмотрел вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в инаугурационной речи Дональда Трампа. Видимо, замглавы правительства не понравился лозунг «America first», то есть «Америка на первом месте». В нем вполне можно расслышать намек на нежелание новой администрации США посвящать свои трудовые будни проблемам Евросоюза. Впрочем, в самом старом свете немало тех, кто считает эти проблемы производными от существования Евросоюза как такового. И они, то есть евроскептики, съехались в немецкий комплекс в эти дни на конгресс организованной партии «Альтернатива для Германии». О чем они говорили, что предлагают, расскажет наш европейский корреспондент «Вести ФМ» Сергей Куроктин, который был на этом съезде. У евроскептиков, которые собрались в Кобленце, действительно есть основания для оптимизма. Рейтинг этих партий, которые критикуют Европейский Союз, призывают вернуться к национальным корням. Рейтинги этих партий, безусловно, растут. Посмотрите на тех, кто вот собрался в Кобленце. Марин Лепен, она предполагается почти наверняка выйдет во второй тур выборов по Франции. Герт Вилдерс, лидер партии «Свободы». Его партия по всем опросам занимает первое и второе место накануне предстоящих уже в марте выборов. Австрийская партия «Свободы». Их представитель, да, проиграл во втором туре выборов президента, но набрал почти 50% голосов. Альтернатива для Германии уверенно выступает на земельных выборах и готовится к главным выборам в сентябре. Поэтому сегодня они все собрались в Кобленце для того, чтобы задать тон 2017 году. Году, когда состоятся важнейшие выборы в Голландии, Франции и в Германии. Главным спикером, безусловно, была Рин Лепен. Мы живем при гибели одного мира и рождении другого, полного надежды и новых возможностей. Мы живем при возвращении смысла слова «нация», который был утрачен из-за стремления объединить все европейские государства в одно политическое сообщество. С первых референдумов о независимости во Франции, в стране Басков, потом в Ирландии, мы все больше чувствуем сопротивление европейских народов против власти, которую они не выбирали, которая пренебрегает демократией. С аналогичными заявлениями выступил и глава Лиги Севера итальянской Маттео Сальвини. Он призвал как раз вернуть национальный суверенитет странам Европы. Сегодня все мы надеемся на то, что нам удастся свернуть с авторитарного курса, который был навязан Европейским Союзом. Мы должны построить общество процветания, в котором соблюдаются права человека, национальный суверенитет, обеспечивается свобода и безопасность людей. Сегодня исторический день. И, конечно же, больше всего ждали выступления хозяйки этого конгресса, фрау Кипетри, одной из лидеров альтернативы для Германии. Это, безусловно, был ее в неком роде дебют на международной арене. Она была больше скована, может быть, у нее чуть меньше харизмы, чем у той же Марин Ле Пен. Но говорила она вполне уверенно. И основное свое выступление, конечно, посвятило критике курса Ангела Меркель миграционного кризиса. И подчеркнула, что альтернатива для Германии рассчитывает на серьезный успех на предстоящих выборах. Мы должны показать тем, кто требует больше единства для Европы, кем они являются на самом деле. Они антиевропейцы, антидемократы. Дамы и господа, у нас есть ответ этим технократам. И этим ответом должно стать возвращение Европе свободы, а отдельным государством суверенитета. Интересно, что один из тех, кого резко критиковала фрау Кепетри, как раз находился недалеко от нее, от здания Рейн-Мозель-Холл, где происходил этот конгресс. Это Зигмар Габриэль, лидер социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию Германии. И вот критикуя правящие партии, фрау Кепетри как раз подозревала, наверное, что Зигмар Габриэль находится совсем недалеко. Он пришел туда вместе с тысячами других жителей Коблинса и других жителей Германии, кстати говоря, которые приехали именно для того, чтобы выступить с митингом протеста против курса как раз евроскептиков, поддержать нынешнюю и правящую коалицию в Германии, и поддержать всех в Европе, кто выступает против такого национального или даже националистического уклона правых партий. Но евроскептиков это никоим образом такие выступления не смущают. Я думаю, что сегодняшний день они завершают под лозунгом, с которым выступил в Коблинсе глава Нидерландской партии свободы Герт Вилдерс, который сказал, что вчера Америка, сегодня Коблинс, завтра свободная Европа. Сергей Куровтин, Вести, Германия.